Мы на месте. Хорошо, мы приветствуем Эльвиру. Интересуемся, готова ли она к диагностике, доверить ли она нам в своем биополе наперед сеанса. Она себя показывает, да, она доверит. Хорошо, и я даю команду на счет 3 сканера. Начинает сканировать пространство над головой Эльвиры под ногами. 360 градусов вокруг нее сканирует все 7 тонких тел Эльвиры. Находит все. У нас в комнате женщина, учитель Эльвира. Снимаются все маски и голограммы. Фантом предстоит в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Представьтесь, пожалуйста. Зельда. Зельда. Мы приветствуем вас. Зельда, вы куратор, учитель? Учитель. Хорошо, Зельда, мы сейчас чистим. Сейчас в процессе работы. Будете ли вы так любезны подождать окончания нашей работы? Она говорит, что я здесь, чтобы помочь. Хорошо. Безусловно, пожалуйста, присаживайтесь. Появляется отличное красивое кресло для Зельды. И накрываем стол. Самые вкусные ягоды на земле. Все угощения появляются. Любимые напитки Зельды. Благодарю тебе. Хорошо. Вы тогда, когда посчитаете нужным, просто контактируйте нас, и мы будем все это вместе работать. Она говорит, что когда очередь дойдет до вот этих красных энергий вокруг нее, я бы хотела объяснить, как ей избавляться от них. Хорошо. Так и сделаем. Сначала я уберу все интерференты, если таковы есть, а потом мы вернемся к этой теме. Благодарю вас, Зельда. Хорошо, Верочка. У нас каналы выстроились. Кто-нибудь есть? Да, у нас два канала. Два канала. Хорошо. Первый. Варахноид. 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 И бесик. И бес. Считай цифру бесика. Семь. Семь. Маленький. Хорошо. Так, орахноид. Я обращаюсь к тебе. Где случилась подключка? Покажи ситуацию. Когда это было? Ты знаешь, подключки как таковой нет, но он рядом. Орахноид? Да, он в ее энергиях. Хорошо, не орахноид. Я тебя спрашиваю. Ты в квартире есть? Есть твой потомство? Да, он в квартире. Он в квартире. Хорошо. Значит, мы тогда будем делать сейчас следующее. Орахноид. Выходишь из клетки. Собирай все, что ты оставил в ее биополе. Всю паутину. Вытаскивай. После этого я буду тебе, открою тебе портал, отправлю тебя в квартиру. Мы сегодня будем квартиру чистить. За это время, пока мы придем, это минут 20, ты соберешь все свое потомство, соберешь всю свою паутину в клетке. Я приду, проверю и открою тебе портал на твою чистоту. Тебе это понятно? Понятно. Значит, он неглубоко в нее зашел. То есть он заходит, тонкие тела выходят. Он показывает, как их разнесли по новым домам. Ага. И вот он к ее, как к биополю, присматривается. Здесь он спускается, поднимается опять. А кто их разносил по домам? Это со старой квартиры? Арахноид. Нет, большие арахноиды. А, большие арахноиды спустились и подселили вас в эту новостройку, я понимаю, да? Крыши же. Вот они. Крыши этого дома. Хорошо. Меня интересует только эта квартира. Будем работать только по этой квартире. Хорошо. Он все собрал. Как долго он находился в этом биополе? Пусть скажет мне еще. Когда подключка произошла? Ну вот он начал заходить и выходить. То есть он по паутине спустится, поднимется. Перед Новым годом он показывает. Он начал выходить, заходить. Понятно. Значит, это полтора месяца приблизительно. Хорошо. Значит, тогда он все вытащил, Вера? Смотри, пожалуйста. Он вытащил, да. Паутины небольшие. Хорошо. Немного, да, там я вижу. Хорошо. Я сейчас стою в команде на счет 3. Открывается портал в квартиру. Эльвиры. Один, два, три. И арахноид забирает все, что с собой принес, уходит в эту квартиру и ждет нас. Закрывай, опечатай, растворяй. Готово. Хорошо. Биас, как долго ты находишься в этом биополе, Эльвиры? Два месяца. Два месяца. А на что ты зашел и где ты зашел? Через портал зашел или зашел на какой-то грешок? Зашел через портал, но зашел он к ней. Какая-то подавленность он показывает. Подавленность. То есть это был депрессняк, да? Депрессивное ощущение. Ну, именно подавленность. Депрессии там не было. Как безысходность, подавленность. Безысходность. Хорошо, безысходность мне понятно. Рутина какая-то, которая надоела. Вот что-то такое. Понятно. Хорошо. Так, у тебя в квартире есть что-то у нее? Есть. Хорошо. Тогда я тебя без... Буду туда отпускать. Но сначала ты вытащи все, что ты оставил в биополе Эльвиры. Выходи, собирай. За два месяца ты точно не смог на Ляру там наработать, я думаю, да? Или есть что-то? Нет, он показывает ей на голову. А что там? Если она так продолжать будет, то соберется все это. И на энергии вот она эти показывает. Они спускаются вниз, ноги и выше. Объясни мне, что это за энергии, Без? Как ты их видишь? Что это за чистота этих энергий? Откуда она вообще взялась? Она интересна для тебя? Это ее ошибки. Удачи, неудачи. Эмоции. Она не может их сбрасывать. В чем-то она считает себя виноватой. Это абсолютно неправильно. В чем-то обдумывает, накапливает. Она не может сбросить. Все понятно. Хорошо. Он забрал. Все забрал. Хорошо. Зельда, вы хотели сейчас нам насчет этих энергий рассказать? Потому что я сейчас собирался их собрать. И если они никому не нужны, я отдам их бесу. Ты же любишь такие энергии? Ну, она на Зельду смотрит. Она говорит, что я бы хотела научить ее сбрасывать на будущее, избавляться от этих энергий. Ага, хорошо. Ну, тогда, Без, я тебе открываю портал в квартиру, собираю все свои одеялки, все комочки. И после этого я приду, если там еще какой-то негатив есть в квартире, я тебе соберу его и отдам в дорогу. Все понятно? Да, понятно. Хорошо, открывается сейчас, значит, три портала в квартиру Эльвиры. Один, два, три. И Без забирает все, что он с собой принес, уходит в этот портал. Закрывая, печатая, растворяя. Хорошо, поехали дальше. Мы слушаем вас, уважаемая Зельда. Она говорит, что вот этими энергиями она закрывает себе позитивный канал. Что ей нужно сделать? Ей нужно все вот эти энергии, мыслеформы собрать. То есть вот как багаж, который накопился у нее и закрывает позитивный канал и не дает ей двигаться дальше. Она должна про себя это представить, подумать и сказать, что не нужна энергия, чтобы сбросить. Она должна сказать, что все мои ошибки, неудачи, влияние со стороны, весь багаж, который накопился, представить. Ставить воронку и сбросить туда. После этого она должна представить энергоканал позитивный, с позитивной энергией и пропустить через себя. Как окутать вокруг себя. Благодарю вас. Если она будет собирать вот эти все энергии, он не дает ей двигаться, он закрывает вот этот позитивный канал и ее развитие. Я понимаю, уважаемая Зильда, мы, я понимаю, о чем идет речь. Можно визуализировать и такой подход. Мы работаем немножко по другой системе. Точно так же она функционирует. Это выдавливание из всех своих тонких тел, этого негатива, всех мыслеформ в шар. И потом этот шар скидывается в галактическое ядро. Воронку, потом воронка закрывается. Она говорит, что это система именно для нее, потому что вот эти мысли ее у нее много. Она постоянно ищет, где она ошиблась. Значит, у нее ошибки, неудачи. Какие еще вы назвали черты, характеристики? Негатив со стороны. Негатив со стороны. Да, все, что у нее в голове, все, что она думает, она должна собрать в один шар. Шар, потому что ее беспокоит. И вот эта энергия, которая собирается, она вокруг нее, она тянет вниз, закрывает позитивность. Давайте сейчас попробуем и покажем Эльвире, как это делается. И я даю команду на счет три, включая Эльвире, внутренний белый свет. Один, два, три. И на счет три Эльвира начинает выдавливать из себя все мыслеформы, все ошибки, все неудачи, все негативные воздействия со стороны. Все свои негативные эмоции, связанные с этими проблемами. Начинает выходить энергия страха, непонимания, отторжения. Все негативные, багаж проблем, которые она тянет. Багаж проблем, которые она за собой годами тянет, значит, три начинают выходить и формироваться в шар перед ней. Все нити этих энергий и мыслеформ выходят из ее биополя. Она отторгает их, они выходят и формируются в этот шар. Шар начинает крутиться быстрее и быстрее, наматывая все нити, все мыслеформы, впитывая их в себя. И останавливается автоматически, когда сто процентов этих негативных энергий и вибраций будет выведена из ее биополя. Она должна почувствовать пустоту и мысли не должны возвращаться опять в голову. Только тогда это будет к сигналам, что она все собрала правильно. Хорошо. Эльвира запомнит этот сигнал. Пустота в голове полностью. Это тогда, когда вы полностью все собрали. А сейчас ждем окончания процесса, выдавливания негатива и мыслеформ. Готово. Опиши этот шар. Шар большой. И в нем крутятся энергии, вопросы, мнения, мысли. Отлично. Вы до этого момента все поняли, Эльвира? Поняла. Хорошо. А теперь следует команда. Под шаром открывается портал в галактическое ядро. Один, два, три. И этот шар улетает на переработку в чистую первичную энергию. Закрываю, опечатываю, растворяю портал. Все. И теперь ей нужна. И на счет три открываю над Эльвирой. Энергоканал. Энергоканал. Эзельта говорит, что когда, а как она его может почувствовать на себе. То есть она так показывает, что Эльвира делает это в сидячем таком положении. Эльвира представляет этот канал. И вот когда она начнет улыбаться, это значит, что она заполнена. Замечательный совет. Благодарю вас, Зельта. Это очень важное замечание. Этот пункт она должна знать. От которого она может дальше уже идти. Ждем, пока она заполнится энергиями чистыми. Сделай запрос в веру в энергоинформационном поле. Сколько энергии, какая частая вибрация необходима Эльвире до полного восстановления и корректировки. Хорошо, Эльвира. Это ваши цифры. 350% энергии и 27 Гц. Это частота вибрации. Вы даете себе команду. И на счет 3. В макушку головы Эльвиры начинает поступать 7 высоковибрационных потоков по 350% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ей цвета начинают поступать. Мощность потоков усиливается. Эльвира, как вы себя чувствуете при поступлении энергии? Уверенно чувствую. И частота вибрации поднимается до числа значения 27 Гц. Пошел подъем. Вы здесь хотите что-то добавить, Зельда? Как ей прочувствовать эти энергии? Если вы сказали, она там улыбается. Здесь, как она это чувствует? Уверенно. Это ее энергия. Отлично. Хорошо. Уверенность. Это команда. Хорошо. Мне нет сомнений. Отлично. Ждем окончания, заполнения энергиями. То есть эти энергии, они силу уверенности дают? Нет энергии, приходит сомнение. Приходит сомнение. Хорошо. И поиск, правильно ли она делает? Бессмысленный анализ. И она ошиблась. Да, бессмысленный анализ, который накапливается вот этими негативными энергиями и закрывает позитивный канал. Конечно. И чем больше, тем толще панцирь становится. Мы готовы. Отлично. Хорошо. И сейчас, Эльвира, вы даете себе команду после заправки энергиями. Синхронизируется энергия вибраций. Гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. Один, два, три. И чувствуйте, как в вашем биополе начинает синхронизация происходить. Такие легкие покалывания. Говорит, жарко стало. Вот. Вот так это все работает. И сейчас вы, пункт один, чистая. Пункт два, полностью заправленная энергия. И пункт три, вы знаете, как самостоятельно с себя скидывать весь этот негатив. И как самостоятельно заправлять энергиями. И синхронизировать энергии и вибрации. Практикуйте это. Читайте манифест. Укрепляйте. Говорит, бесценный опыт. Благодарю, Зельда. Отлично. Хорошо. Зельда, вы хотите что-то добавить? На сегодня я хотела донести этот опыт до нее. Замечательно. У нас это удалось. И, Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными ягодами на земле. Один, два, три. Мы передаем Зельде в дорогу. Пусть она поделится со своими друзьями. Этими самыми вкусными чистыми ягодами. Возможно, единственный чистый экологический продукт, который у нас на земле остался. Она говорит, что хотела добавить, что у вас здесь прекрасная энергия, чистоты. Чистоты. Благодарим вас. И я благодарю вас. Отлично. И, подожди, а мы все уже решили, все вопросы закрыли. Все. Канал у нас есть. Канал у нас остается. Сейчас мы попробуем еще, чтобы Эльвира сама каналы отбила. И Эльвира дает себе команду на счет три. Генерирует всю свою энергию. И на счет три мощным ударом сжигает все каналы к интерферентам. Один, два, три. Удар. Сжигаются все каналы. Отлетели? Да. Отлично. Открывается портал в галактическое ядро. И эти каналы улетают в галактическое ядро на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Хорошо. Будем возвращать сейчас Эльвиру в биоробот. Благодарим ее учителя, Зельду. Если какие-то вопросы будут, я думаю, если она сама не сможет с вами связаться, она может к нам обратиться. Мы всегда ответим на все вопросы, которые она задаст. Желаем всего наилучшего, Зельди, и благодарим ее за помощь. Да, будет так. А так и есть. Отлично. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Эльвиры в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отлично. И отключайся от Эльвиры и переносись к ее входной двери. Один, два, три. Ты стоишь перед входной дверью. Да, я стоишь. И, значит, три одеваю на тебя. Высоковибрационный для работы в матрице Земли. Один, два, три. Готово. И по всему периметру квартиры, значит, три устанавливается, втягивая в себя всех интерферентов, находящихся в этой квартире, все воронки, все чужеродные энергии, все воздействия, все это собирается в клетке тюрьмы. Один, два, три. Ну, клетка в зале установилась. Хорошо. Кто у нас там? Оно варахноет. Бес. Да. Воронка есть одна. Воронка, хорошо. Космические есть. Здесь энергии здесь какие-то. Энергии? Бес, а что это за энергия? Он говорит, так стройка была. Много кто здесь проходил. Хочешь забрать? Ну, заберет, да. Хорошо. Мы дойдем до этого места. Значит, у нас одна воронка есть там, да? Блуждающая. Да. И, значит, три под воронкой открывается портал в галактическое ядро. Один, два, три. И она улетает на переработку в чистую первичную энергию, и закрывай, опечатывай, растворяй. Хорошо, Рахнует. Ты все собрал, да? Собрал, да. Готов уходить? Ну, придется. Уходить придется. Придется, конечно. Я тебе скажу больше. Я эту всю квартиру здесь буду запечатывать. Поэтому ты не сможешь сюда больше зайти. Я не рекомендую ни тебе, ни твоим. Я не выгоняю вас с этого дома. Я не имею на это право. Но с этой квартиры, этого человека, который ей принадлежит, мы вас уберем. Все понятно? Понятно. Хорошо. И я даю команду на щитря. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте Арахноида. Один, два, три. И Арахноид забирает все, что он с собой принес, и уходит безболезненно на свою частоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Хорошо, без, давай, пошли по квартире, пройдемся. Покажи мне, где портал здесь есть. Он ведет ванну. Комнать. Где находится портал? Здесь туалет. В смысле унитаз. И умывальник только. И вот эта стена смешная с другой ванной. На нее показывают портал. Хорошо, и по всему периметру этой стены внизу открывается портал в галактическое ядро. Один, два, три. Засасывает туда этот портал. Вместе с ним уходит фантом этого портала. Все наночастицы, все на переработку уносятся в чистую первичную энергию. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Хорошо, пошли дальше. Коридор и стены. Хорошо. По всему периметру этой стены в коридоре внизу открывается портал в галактическое ядро. Один, два, три. Засасывает туда этот портал. Вместе с ним фантом этого портала уходит. Все на переработку в чистую первичную энергию. Носится. Закрывая, печатая, растворяя. Пошли дальше. Потолок в кухне. И по всему периметру потолка в кухне. Внизу открывается портал в галактическое ядро. Засасывает туда этот портал. Вместе с ним уходит фантом этого портала. Все наночастицы. Все уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатая, растворяя. И это новостройка. Вот я не понимаю, беса, объясни мне, пожалуйста. Как такое возможно? Еще никто не жил в этой квартире. И уже три портала твердых, плюс одна движущаяся воронка, там никто ничего не сделает. Но вот что с этими порталами? Как они там открылись? Пока строили, негатив собирался. Так это негатив, получается, строителей? И их тоже. И всех, кто был связан со строительством этого дома, ты хотел сказать. Он говорит все нюансы стройки. Все понятно. Хорошо, благодарю тебя за объяснение. Хорошо. И я даю команду, значит, риск, наматывай все нити со всей квартиры, останавливайся автоматически, когда 100% негатива будет собрано в этой квартире. Шар собирается. И здесь, кстати, тоже есть ее энергии, вопросы. И эти энергии. Принятие решений, что-то все. Это эмоции, они все, и эмоции ее личные наматываются тоже в этот шар. Готово. Отлично. Большой шар? Большой. Хорошо, бес забираешь? Забирает. Отправляю бесу. Он еще на чужеродные энергии, которые в клетке показывает. Тоже хочешь? Хочет. И отдаю ему эти энергии чужеродные, которые находятся в соседней клетке. Подзарядился. Хорошо, бес. Все, ты получил все, что ты хотел. Я тебя прошу больше не приходить в эту квартиру, обходить ее стороной. Я не имею права тебе приказывать в этом доме находиться или нет. Но в эту квартиру она закрыта для тебя. Тебе все понятно, да? Он показывает, как он катается. Много места, говорит, здесь. Где? В квартире или в доме? В этой квартире, как он катался там. А, катался. Но ты больше уже здесь кататься не будешь. Катайся в других местах. Все понятно? Да, все понятно. Хорошо, буду тебя отпускать. И, значит, 3 открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте беса. 1, 2, 3. Бес забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою частоту. Закрывая печатаю, расторяясь, давогненный пентаграмм. Готово. И я даю команду, значит, 3 по всему периметру. Убираем лазерную клетку тюрьмы. Она пустая, да, Вера? Посмотри. Она пустая. Открывается внизу портал в галактическое ядро. И клетка улетает в галактическое ядро на переработку. Закрываем печатаю, расторяем. И я даю команду, значит, 3 по всему периметру квартиры. Открывается. Готово. Отлично. Хорошо, Верочка. Мы ничего не забыли? Нет. Отлично. И на счет 3. Переносишься к входной двери квартиры. 1, 2, 3. Здесь. И я снимаю с тебя костюм. 1, 2, 3. Открывается портал в галактическое ядро. Костюм улетает в галактическое ядро на переработку. И отключайся от квартиры и переносись в комнату диагностики. И 1, 2, 3. Пошел подъем. Я на месте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует... Продолжение следует...